Погода переменчивая. О погоде на ноябрь рассказали синоптики Красноярского гидрометеоцентра. 4 ноября – День народного единства. КВН на Ангаре. В районном Доме культуры Янтарь состоялось открытие сезона КВН-2019. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В студии Вадим Захарян и теперь обо всем более подробно. Погода переменчива. Днем плюсовые температуры, ночью минусовые. О капризах погоды на ноябрь нам рассказали представители Красноярского гидрометеоцентра. Средняя температура ноября по площадкам района ожидается около нормы. Это минус 12 градусов. Количество остатков также будет около климатического среднего значения, которое составляет до 5 мм. Погода в ноябре, как правило, не исключена. Не исключено будет и в текущем ноябре. Волны холодов устраняются волнам 2, достаточно резко это будет происходить. Вот в первой декаде 34 и с 7 по 9 ноября температура высоха будет выше нормы на 2 градуса. Ночью минус 6, минус 7, днем от 2 до минус 3. Основные декады 34 и с 8, днем от 2 до минус 3, днем от 2 до минус 3, днем от 2 до минус 3. В выходные дни 3 до 4 ноября у нас еще сохраняется длительная погода. Погода в декаде от 12 до 18 мм в секунду. Дометрия декады стихает до конца декады, но все равно стоит уверенным, сделавшись до 15 мм в секунду. А в большинстве дней в первой декаде 3 до 10 мм, но эта тема будет небольшая. С началом пару декадок после 10 числа температура будет достаточно быстро понижаться. И уже через дни месяца и до примерно 20-х числа. Ночная температура высветила от минус 13 до минус 33, а в отдельные дни может понижаться до минус 30 градусов. И изменяет температура на 10-20. Погода спокойная в этот период, и небольшой снег воздействует на леднице, как в вторую декаду. С наступлением уже третьей декады, после 20-го числа у нас ожидается волна декады. Такая достаточно будет высокая температура, намного выше нормы. Начинает набираться от минус 30 до минус 10, и днем от 2 до минус 30. В это время будут небольшие остатки и исключения на леднице. Но уже в конце ноября, в последних числах, мы ожидаем довольствие вносить от холодания, которое будет сопровождаться на усиление ветра до, по крайней мере, 15-20 секунд или остатками. А после чего уже мощные ветературы, когда в декадах от минус 25 до минус 35, и днем от минус 20 до минус 30. 4 ноября в России учрежден как День народного единства. А история праздника такова. 4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интровертов и продемонстрировав тем самым образец героизма и сплоченности всего народа. Что думают богучанцы о сути этого праздника, узнаем в первом сюжете выпуска. Чтобы профилософствовать с простыми людьми и узнать их мнение, мы вышли на улицы райцентра. Пардовало то, что старшее поколение более-менее знает историю праздника, а сплоченность и единение русских для них самое важное. Возможно, это и есть та самая национальная идея. Когда вроде наше ополчение выгнали этих... Че? ...поляков, однако. Ну, ну, да. А вот этот праздник, он объединяет как-то нас, россиян? Ну, конечно. Чем он объединяет? Ну, как-то отношения друг к другу получше становятся. Ну, по-моему, 4 ноября. Ну, че сделаешь? Праздник так-то он хороший. А вы как этот праздник обычно отмечаете? Ну, как? Ну, как? Сейчас, как от меня отмечать? Я инвалид, но... Ну, я чувствую, все равно, русский народ, он сильный. Все равно есть единство. Есть. У нас есть в России сила. Ну, что я понимаю, что она могучая. Вот, по-моему, я ездил на Краснояр, смотрю, что Россия сильная. Даже наши сибиряки, мне еще дед говорил, первые начали наступать на немцев наши сибирские дивизии. Наши сибиряки. И поэтому я не унываю. Ну, хоть я инвалид, знаю, что русский народ, он народ сильный. День, когда под руководством Минина и пожарника, наш русский народ православный изгнал из Кремля поляков, освободив Москву и Россию от шляхты. Вот, предложено этот день называть вместо Октябрьской революции, из-под Кремляковского, еврейского переворота до 17-го года. А вот молодые люди, к сожалению, не так осведомлены об истории праздника и его сути. А что слышно про этот праздник? Ну, сильно-то ничего не слышал. Так, знаю просто праздник, то, что есть. Знаете же, праздник есть такой, День народного единства. Да. Когда отмечается? Так, 26-го? Не, не, 4-го наибра, 4-го. Вот в ноябре будет. Ага. Ну, слышали про такой праздник? А что знаете про праздник вообще? Ну, празднует его вся Россия, получается, да? Это так. Ну, я даже не знаю. Видимо, какой-то обобщенный праздник такой. Сегодня много говорят и спорят о национальной идее русских. Возможно, единство людей – это и есть цель, к которой нужно стремиться. Ведь мог же наш народ испокон веков изгонять захватчиков и становиться победителем, защищая свою землю. Пример тому – Олимпиада в Сочи. Отношения с Украиной и Америкой тоже демонстрируют, что не привыкли россияне прогибаться. А значит, сегодня мы, и молодые, и старые, должны понимать и верить, что если мы едины, мы непобедимы. В День народного единства в районном Доме культуры Янтарь пройдет праздничный концерт. На этом концерте выступят лучшие артисты Богучанского района. Руководство района поздравит всех с праздником, кто придет на концерт. По традиции 4 ноября мы отмечаем День народного единства. В Богучанах у нас в райцентре пройдет праздничный концерт с награждением социально активной части нашего населения. Также мы всех приглашаем принять участие в сибирском хороводе, угоститься блинами, чаем, поучаствовать в нашем интерактиве, который мы тоже готовим для детей, их родителей. Поэтому ждем вас 4 числа в районном Доме культуры Янтарь в 2 часа на праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Выпал снег, значит пришло время тепло одеваться. Самое время, чтобы купить новую шубу. Сюжет на правах рекламы. Этой осенью меховая компания «Белка» радует наших прекрасных дам изысканными шубками. Если раньше модельеры украшали шубы стразами и каменями, то сейчас в моду входит поперечный крой. Полоски меха могут быть как широкими, так и узкими. Тонкими меховыми полосками модельеры искусно прорисовывают узоры на спинке или рукавах изделий. Одна из модных фишек – крой елочка. Серые, бежевые, голубые и глубокие синие оттенки потеснили темно-коричневую классику. Основная тенденция будущего сезона, за которую борются производители – это доступность шубок для всех женщин. Отсюда снижение цен на изделия из отечественного меха, а также лояльная расчетная политика. Для наших покупателей существует рассрочка до двух лет на выгодных условиях без переплаты первого взноса, а также наличный и безналичный расчет. Выставка продажа «Вятские меха» российской компании «Белка» снова в Богучанах. Большой выбор норковых, мутоновых, каракулевых шуб. Для тех, кому не терпится приобрести обновку, выгодные условия рассрочки. Кроме того, все покупатели становятся участниками розыгрыша автомобиля «Вольксваген Пола», который состоится 12 января 2019 года. Выставка работает 3 ноября в районном Доме культуры «Янтарь» по улице Ленина, 119. Сегодня в Богучанском краеведческом музее всем желающим предоставилась возможность написать большой этнографический диктант. Цель акции – привлечь внимание к этнографии, как к науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. А результат диктанта позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и его знаниях о народах, проживающих в России. Задания диктанта состоят из 30 вопросов. 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дано 45 минут. Для тех, кто по каким-либо причинам не может проверить свои знания на региональных площадках, на сайте большого этнографического диктанта 3wmirenta.ru организовано онлайн-тестирование. 8 команд из Богучанского района представили на суд жюри свои шутки на открытие сезона КВН на Ангаре. В зале районного дома культуры собрались все любители КВНа, чтобы поддержать участников и посмотреть интересные шутки на открытие сезона. На фестивале нужно было показать одно выступление – приветствие. Задача жюри – отобрать команды, которые будут участвовать в сезоне КВН на Ангаре 2019. Первым участникам всегда сложнее остальных выходить на сцену. На открытие выступить первыми представилась возможность команде «Соль» из поселка Манзи. Манзи! Я не поняла, что тут вообще происходит? Катя – внучка председателя колхоза, единственная обладательница селфи в Манзи. Она пробовала, ей понравилось. Она моется не просто в колесе от трактора, у нее есть собственное джакузи из колеса Белаза. Вы что, забыли, зачем мы в Богучан приехали? Мы же вроде бы всю картошку продали. Вот ты, ты, зачем сюда приехала? Лично я приехала мужика найти. Слушай, вы что, батю, до сих пор не нашли? Так, все, давайте начинаем. Как говорит наш сторож, «Соль» заряжена на сезон! Поехали! Для команды «Соль» примером хорошей игры в КВН стала команда односельчан Манзи-Зяки. На фестивале очень много шуток было связано с Манзей. Мы будем репетировать день и ночь! Да! Мы даже переедем в Манзи для того, чтобы стать чемпионом сезона! Да! Да, ну это слишком жестоко! Команда политехнического техникума в своих шутках акцент сделала на лесную отрасль. Весь теория должна быть и практика, а у нас практика проходит в лесу. Итак, 50 километров от Богучан где-то в тайге. Так, преподавателя еще нет. 15 минут ждем и расходимся. Никуда не уходим. Я в этом семестре на отлично иду. Мне пропуски не нужны. А что, стоим? Может, пойдем? Что? Медведя увидела и все? Учеба не нужна? Приколы чуноярцев коснулись научных открытий. Ну, например, Ньютону на голову яблоко упало. Думай. Придумал? Нет. Думай. Придумал? Надо изобрести каски. Нет. Думай еще. У меня уже голова болит думать. Может, я тоже пойду? Сидеть. Вы когда-нибудь что-нибудь хорошее придумайте. Я в этот проект вложил три мешка яблок. Давай урежем финансирование. Куда урезать? Яблоки и так заканчиваются. Хорошо, что есть картошка. Ну нет, я увольняюсь. Завершилось открытие фестиваля КВН на Ангаре выступлением команды Манзязяки. На сцене команды КВН Манзязяки. Мы приехали к вам из очень глухого поселка. Настолько глухого, что у нас на въезде стоит огромный слуховой аппарат. Вы могли подумать, что Каламбура это наш конек. Но нет, вот он наш конек. Чего ты меня постоянно конем обзываешь, а? То, что меня цыгане три раза ворвали, это еще ничего не значит. И вообще, мы должны продвигать наш поселок, поддерживать его имидж. Ты предлагаешь нам за мэра вообще всю работу делать? Ты поаккуратнее, а? Вообще-то я его внук. Внук мэра Манзи. Звучит как капитан моторной лодки. И вообще, ты думаешь, что ты самый крутой в поселке? Я тебе больше скажу. Я вообще как поселок. В смысле? Тоже на уровне до 1948 года. Впрочем, как и твой костюм. Вау-вау, вижу в этой ложке тегтя есть бочка меда. Девушка, а вашей маме сын не нужен, а то я вижу первый блинком. Да что ты себе позволяешь, а тема версия человека? Что ты сказала? У меня для вас ребус. Что? Столица Казахстана и древнерусский воин. Что? Останавитесь. Не время останавливаться. Поехали! В завершение жюри выставила оценки и подвело итоги. Чемпионами стали команда КВН «Завтра вечером» всего Чунаяр и команда КВН «Манзязяки» поселок Манзя. Мистер игры Дмитрий Шептяков из команды ТОС. Мисс игры Дарья Аникина из команды «Завтра вечером». Лучшая шутка игры команды КВН «Солянка». Все восемь команд будут участвовать в играх КВН на Ангаре 2019. Любая помощь и поддержка в реконструкции усадьбы Николая Пашнева будет бесценна. Если вы решили не оставаться в стороне или у вас есть возможность приобщиться к этому делу, просим обратиться к нам в телекомпанию. И к другим темам. Рубрика «Старая пленка». Возможно, вы увидите себя или своих близких. Не переключайтесь. В минувшую субботу на футбольном поле встретились добрые старые друзья, члены команды некогда знаменитого клуба «Ангара», 11-кратного победителя краевых чемпионатов по футболу. И хотя погода в этот день была явно не для футбольного матча, парни убедительно доказали, что для настоящего футболиста любая погода нипочем. На этот ностальгический матч прибыли футболисты отовсюду. Пять бывших игроков знаменитой команды прибыли из Красноярска. И пока на очищенном от снега поле футболисты выбежали на разминку, мы задали несколько вопросов футболистам. Как вы считаете, зрители вас еще помнят, футбольные болельщики? Ну, я думаю, что помнят. Все-таки команда была очень хорошая. Как говорится, умерла непобежденная. Это не от команды было зависимо, это от финансов просто. Везде были деньги. И рекорд команды до сих пор, кстати, не побит в крае. Что команда была 13 разом чемпионом края. Какое у вас настроение в сегодняшней игру? Настроение праздничное. Я увидел старых друзей. Конечно, очень приятно. И все-таки 18 лет проведенных здесь, ностальгия, конечно, мучает. Как вы считаете, сегодняшняя погода не отразится на игре? Нет, конечно. Какая погода? И вот сколько минут у вас будут сегодня займы? Ну, я думаю, что минут по 30. Нам уж равно как-то хватит, уж поиграли в свое время. Как вы спечуете, в спортивную форму его не потеряли? Нет, но я думаю, что большинство из нас, конечно, нет, не потеряло. Все-таки играем, там и в городе играем, все в командах также играем. Думаю, игры не портим. Гайнул Касимов в команде играл со дня ее основания. Рекорд по количеству забитых мячей в одних соревнованиях, безусловно, принадлежит ему. В 1979 году в Кубке Победы, который проходил в Курагино, из 49 мячей, забитых командой «Ангара», 25 голов забил именно этот неутомимый форвард. Сегодня у нас мы отмечаем 20 лет созданию команды «Ангары». Давненько, правда, мы уже не выступали, но, тем не менее, решили все-таки отметить. События для нас очень важны. Почему выбрала именно вот такая не очень футбольная погода и время года? Ну, по погоде мы, ну, я считаю, зима нормальное время, просто нам сегодня, может быть, немножко не повезло с погодой. После традиционного фото на память команды поприветствуют друг друга. Глава района Геннадий Васильевич Лукутов поздравил футболистов с ярким событием, юбилеем знаменитой команды. Ему же было предоставлено право сделать символический удар по мячу. Итак, мяч в игре. Матч начался. Футболисты не замечали ни снега, который шел в избытке в тот день, ни ветра. Капитаном команды в синей форме был Гайнул Касимов. В красной форме – Виктор Шахматов. Они забили по мячу. Встреча была результативной и закончилась со счетом 6-4. Победу одержала команда футболистов в синей форме. Голы забили Владимир Баженов, Артем Демирджи, Иван Дволятик, Сергей Перов и Дмитрий Рукасуев. У команды красных отличились Сергей Рукасуев, Александр Багмет, Сергей Демирджи сын. В этой игре важен был не результат, а комбинационная красивая игра в пас и каскад голов на любой вкус. В командах играли хорошие друзья, которым было, чтобы вспомнить за время своей спортивной карьеры. Бессменный тренер команды Сергей Этемыч Демирджи находился в этот день на трибуне. Он начинал работать с командой с нуля. Достигли высокой работы в тренировках, преданностью ребят и любви к футболу. Потому что так, когда мы стали первый раз чемпионом, в 80-м году, два года мы занимали, первый год мы девятый, потом второе, и так вот росли. Многие ставили перед собой, ломали, так сказать, голову специалисты, как так, в деревне и сразу. Ну, раз такое дело, значит, мы, чтобы случайным не оказалось для многих специалистов, особенно Красноярска, значит, мы прибавили в объеме работы. Ребята заставили себя, ребята были, конечно, молодые, прекрасные годы, больше работать, тем более специально, как говорится, настраивали себя на такие команды, которые приезжали с города. В результате того, что мы больше стали работать, больше серьезнее стали относиться к тренировкам и сами ребята, мы стали удачно выступать стабильно. А стабильное выступление, это прежде всего, я так считаю, что это наше взаимное отношение друг к другу, доверие тренера и другой стороны ребят и работа. Вот это нам помогло стабильно выступать на движении многих лет, улучшая игру от игры к игре, повышая свое спортивное мастерство. Ну, тогда, когда уже произошла смена, смена всегда проходит болезненно для тех, которые играют, приходится по разным причинам уходить. Но в основном, я как тренер старался давать им возможность играть, как можно бы всем, потому что я знаю, что такое прощание с футболом. И они уже добровольно уходили, мы провожали их. Пришла на смену молодежь, состав обмоложенный. Первый год мы так неудачно получили, что мы... Удачные коллективы, да? Обновления? Удачные. Тем, что мы сразу играть стали. Нас включили в первенство России, в команд мастеров. А это для нас сложно было. Те уже состарились, а это еще сопляки молодые. И все равно мы выполнили свою задачу. Мы не заняли последнее место, которое покидает, а мы, наоборот, заняли из 15-ти 12-е место среди команд мастеров. Это нам позволяло и дальше выступать. Но из-за средств финансовых мы просто не смогли больше выступать, и мы решили играть на первенство края. С будущим прицелом, что будем играть дальше. Обстреляем молодежь, натаскаются, как говорится, повысим свое спортивное мастерство, и мы будем продолжать играть уже. Да, ребята за год очень здорово выросли. И мы стали чемпионами Красноярского края, уже в обмоложенном составе. Вот, но это 93-й год был. Получилось так, что денег не стало у нас, и команду расформировали. А эти ребята сейчас играют в командных мастеров. Молодые. Это играет Назарова, играет в Томске, играет в Красноярской металлурге. В команде мастеров. Вот так. Но те, которые уже закончили играть, они часть оставили. Здесь часть, приехали семьи, Красноярские, вот они сейчас. Но не все приехали, конечно, сейчас они играют. А в общем, это одна команда, все прошли через мои руки. Ну, два-три человека, которые здесь не про атаку. Все то же самое. Сегодняшняя игра посвящена юбилею основания клуба «Ангара». И вот вы наблюдаете сегодня игру. Какие чувства вас охватывают? Я вот с другом, со своим делюсь. Что меня радует, то, что они научились играть в футбол. Ну, сейчас, конечно, много не получается с возрастом. Но то, что они видят поле, играют в пас, это меня просто радует. Я спокойно смотрю, отношусь к этому. А чувства, годы молодые у них ушли. Но они оставили большую о себе память. Память, авторитет, признание. Благодаря вот этим ребятам, которые здесь, район стал спортивный. Потому что за футболом подтянулись другие виды спорта. Мы тогда, когда еще был жив в первой и второй партии Сенек Леонид Яковлевич, память ему большая, царство. Я ему говорил, подтянутся другие виды спорта. Так оно и было. Подтянулся женский волейбол, мужской, легкий атлетик. И район стал спортивным. Просто спортивным. На удивление многих других районов в крае. Ну и до сих пор, вроде, потихоньку, потихоньку еще не ганит. Хотя надо уже поднимать все заново. Потому что молодежь должна расти. Надо открывать школу. Это связано со средствами. Чтобы молодежь, мальчишки не болтались на улице, девчонки заниматься гимнастикой. То есть средства нужно. И внимание, желание большое. Специалисты нужны, конечно. Мы сегодня собрались здесь все на футболе. Классно. Редко только что они так проводят. А так, ни чем погода так плохая. Нравится футбол? Нравится. На трибунах в этот день было немного поклонников футбола. Но истинных ценителей ничто не могло удержать. Расскажите, как давно вы являетесь болельщиком команды «Ангара»? Девять лет я здесь живу и болею за команду «Ангара». Вам сегодняшний матч нравится? Ну, из-за погодных условий что-то и не нравится, что-то и нравится. Но ребята играют нормально. Что бы хотелось пожелать футбольному клубу? Футбольному клубу, конечно. Чтобы собирались и возродилась команда «Ангара». Чтобы было есть людям, чтобы было посмотреть на что-то. После матча мы встретились с начальником района спортивного комитета Геннадием Игнатьевичем Максимовым. Именно благодаря ему, его энергии и настойчивости, и переданности спорту состоялась эта встреча. Еще в ноябре месяце Гайнул Касимов приявил такую инициативу. Или подсказал, что хорошо бы провести юбилейный праздник. Футбольный матч и праздник, чтобы собрались футболисты всех поколений. И вот 12 декабря, в субботу, в 2 часа на стадионе «Ангара» собрались футболисты. Правда, приехало из города всего 5 человек. И они решили по жеребевке разделиться на первый и второй. И создали две команды. Первая команда – синий капитан команды Гайной Касимов. Вторая команда в красной форме. Капитан команды Виктор Шахматов. И, честно говоря, от этой игры важен был не результат, а то, что парни показали красивую, хорошую, содержательную игру. Организаторы юбилейного матча выражают огромную признательность главам района и сельской администрации за поддержку, любителям спорта и спонсорам, которые оказали помощь при проведении этого незабываемого футбольного праздника. Вечером была неофициальная часть, прекрасно организованный вечер отдыха работниками Дома молодежи для футболистов прославленной команды «Ангара». А теперь новости спорта. Легкоатлеты, в числе которых учащиеся Пенчугской и Бугучанских школ, открыли зимний сезон на первых краевых соревнованиях в Зеленогорске. Как выступили наши юные спортсмены, рассказал Виктор Петрович. Выступили для первого раза очень неплохо. Ученица Бугучанской школы номер один Пенкова Марина дважды была второй в номинации 60 метров ядро и в номинации 60 метров барьеры. Кроме этого, второй результат толкания ядра показала Голубко Арина, ученица третьей школы. И третье место у нас в номинации 60 метров 300 метров заняла учащаяся Пенчугской школы Сбитния Надежда. Неплохо выступил для первого раза и бережной Арсений, учащийся второй школы. Ну, с небольшими ошибками, но он занял пятое место, хотя мог бы даже попасть в призеры. Поэтому я считаю, первый старт был удачный, успешный. Сейчас мы готовимся ко вторым соревнованиям, которые будут проходить в городе Железногорске. Такие же открытые краевые соревнования, там память Сбитния, бывшего директора школы города Железногорска. Мы готовимся. Это были все новости нашего выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Пассажирские перевозки на заказ ежедневно, утром, днем и вечером. Экспресс Диамант. 5 лет на рынке пассажирских перевозок. Качественный и недорогой сервис по доставке пассажиров. Своевременное прибытие транспорта в указанное заказчиком время. Технически исправные автобусы и страховка пассажиров. Опытные водители, прошедшие предрейсовый медицинский осмотр. Экспресс Диамант. 8-908-024-97-00. 8-908-024-97-00. Красота притягивает взгляды и подарки. Купите красивую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белковятские меха. 3 ноября в РДК «Янтарь». Зоопрепараты в первой единственной круглосуточной аптеке «Юнига». Все для лечения ваших домашних животных в наличии и под заказ. Действует накопительная система скидок. Пенсионерам скидка 5% всегда. В ассортименте различные зоопрепараты по содержанию и уходу за любимым питомцем. Специальные средства по уходу за ушами и глазами. Капли для регуляции половой охоты. Кормовые минерально-витаминные добавки. Чтобы вашего питомца не беспокоили блохи и клещи, в аптеке «Юнига» можно приобрести различные защитные средства. Все товары отличаются высоким качеством и безопасностью. А значит вы можете быть спокойны за здоровье любимого питомца. Наш адрес перенсона 19 дробь 1. Номер телефона 22 761. Компания «Рулевой» предлагает ежедневные рейсы из Багучан и Красноярска на комфортабельных микроавтобусах. Водители очень опытные, вежливые и аккуратные. Рейсы ежедневно в 9.30, в 14.00 и в 18.30. Также бывают дополнительные ночные рейсы. Для немедленников у нас скидки в течение месяца на рейсы из Красноярска. В апреле у меня день рождения, поэтому с компанией «Рулевой» весь месяц ездил со скидкой. Компания «Рулевой» – страхование жизни каждого пассажира. Я доверяю компании «Рулевой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова